Вакцинация от коронавирусной инфекции началась еще в прошлом году, но до сих пор у многих остаются сомнения в безопасности и необходимости делать прививку, что тревожит жителей Десногорска и заставляет их откладывать вакцинацию. С ответами на самые волнующие вопросы мы обратились к заместителю начальника Десногорской медсанчасти Лидии Штаней. Так ли страшны последствия после перенесенной коронавирусной инфекции, как рассказывают? Этот вопрос беспокоит тех, кому до сих пор посчастливилось избежать заболевания. Кроме поражения органов дыхания, таких как кашель, одышка и фиброз легких, у переболевших встречается поражение самых разных систем организма – мочевыделительной, сердечно-сосудистой и других. Длительно сохраняется потеря обоняния и вкуса, идет нарушение и нервной системы, люди обращаются с головными болями, с головокружением, с нарушением эмоционального фона, перемены настроения, потеря памяти, снижение работоспособности. Для многих аргумент за освобождение от прививки – наличие антител. Однако новые исследования над переболевшими коронавирусом научно развеяли это предубеждение. Наличие или отсутствие антител не является противопоказанием для вакцинации. То есть и при наличии антител люди вакцинируются. Почему? Потому что многочисленные исследования, в том числе Центра стратегического планирования ФМБА России, показали, что после перенесенной новой коронавирусной инфекции через 6 месяцев уровень антител резко падает и уже человек является снова не защищенным перед новой коронавирусной инфекцией. Получить медотвод от прививки все-таки возможно. Противопоказанием для вакцинации является неприносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний. После острых инфекционных заболеваний, спустя 4 недели, пациент может провакцинироваться. После того, как была достигнута компенсация в хронических заболеваниях, после того, как человек из обострения перешло в ремиссию, спустя 4 недели также пациент может провакцинироваться. За последние полгода более 40 пациентов с тяжелыми формами заболевания направили в Московскую клиническую больницу номер 119. Некоторым не смогли помочь даже там. По словам Лидии Штаней, единственный способ остановить распространение вируса – вакцинация.